Ты встаешь или нет? Если встаешь, нажми на эту чертовы окноку кофе. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 С каждым днем ты становишься все более ненормальным. К чему тебя это приведет? Марсом. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, мистер Койл. Здравствуйте, у меня назначена встреча к мистеру МакЛейну по поводу вспоминательного курса. Не вспоминательного курса, курса вспомни. Да, точно. Мистер Дуглас Койл пришел, мистер МакЛейн. Вы примите его или вы все еще заняты? Пусть проходит, блядь. Мистер МакЛейн примет вас. Пройдите, пожалуйста. Все. Кабинет D, это направо. Ага. Садитесь, Туглас. Значит, вы хотите стать побывавшим на Марте. Великолепно. Я не совсем уверен, что это стоит таких денег. Цена очень велика, а я, по идее, за нее вроде как ничего и не получу. Вы получите абсолютно все доказательства своей поездки. Вот, например. Колешок билета. Он послушает доказательства, что вы совершали поездку туда и обратно тоже. Открытки. Фото пленка. Виды Марса, которые вы запечатлели, на камеру, взятую на покаре. На две сотни сувениров. Паспорт. Справки о прививках, которые вам сделали. И самое главное, вы будете полностью уверены, что действительно летали на Марс. Вы забудете про нас. У вас не останется и малейших воспоминаний про меня. Да и вообще про то, что вы когда-нибудь к нам обращались. У вас в голове останется одно только совершенно реальное путешествие. Мы полностью это гарантируем. Распоминания о целых двух неделях четкие для мягчайших деталей. Запомните, если у вас хоть когда-нибудь появится сомнение в реальности этой поездки на Марс, приходите к нам и получайте свои деньги назад. Понимаете? Но ведь я туда не летал, и никак не может случиться так, что я якобы летал. Какие бы мне доказательства не представляли. И тайным агентом интерплана я тоже никогда не был. Весья кое, оно может статься так, что это ваша последняя возможность стать действительно вот этим человеком. Вы не можете этим быть. Вы не можете это делать. Но вы можете стать человеком, который был, который делал. Об этом позаботимся мы. Как ясно из вашего письма, у вас нет ни возможностей, ни шанса, ни малейшего даже. Наша такса вполне разумна, и мы не берем за свою работу ничего лишнего. Окей. Я всю жизнь об этом мечтал. А теперь понимаю, что это никогда не случится. Ну, как говорится, одежки протягивать ножки. Выбросите с головой эту чушь. Можно подумать, мы подсовываем вам какой-то второсорный товар. Да все эти настоящие воспоминания со всеми их неточностями, провалами и даже искажениями. Вот они второсорный товар. Ну что ж, мистер Куэйл, агент Куэйл, поздравляю с успешно завершенной операцией на Марсе. Сегодня в 4.30 вы вернетесь на Терру, такси высыпает вас у вашего дома. Вы больше не вспомните ни о нас, ни о том, что вы когда-нибудь пользуетесь услугами наших людей. Наши операторы проводят вас и... До свидания. С нами. Надеюсь, мы с вами больше не увидимся. Ширли, кофе, пожалуйста. Ширли, кофе, пожалуйста. Ширли, кофе, пожалуйста. Ширли, кофе, пожалуйста. Извините, мистер Маклейн, не хочется вас отвлекать, но тут выяснилось кое-что довольно тревожное. Куэл под наркозом, его реакция на норкедрин хорошая, сознание утрачено полностью, и он вполне восприимчив. Но вот только... Нет места для имплантации структуры искусственной памяти? Проблема совсем в другом. Расскажите мистеру Маклейну, что вы рассказали нам. Слушайте внимательно. Ну и мощно у вас. Сыворотка, правда. На поверхность такое вытянуло, которым я даже сам не знал. Крутой он мужик, мистер Маклейн. Ненадолго. Мы прорвем ему эту цепь памяти и снова станет кротким Аки Агнец. Я агент Интерплана. Так вот, почему вы так рвались на Марс. Я никогда не хотел на Марс. А можете вы предсказать, что он вспомнит после наркоза? Трудно сказать. Чем скорее мы отделаемся от этого парня, называющего себя Дугласом Куэйлом, тем лучше. Вы собираетесь ему подкладывать в квартиру 3-й и 62-й наборы? Нет. И мы вернем ему половину денег. Половину? Почему половину? Ну, это кажется вполне пристойным компоментом. Здравствуйте, мистер. Мистер Койл! Мистер Койл, погодите! Отличная у вас техника, мистер Маклейн. Я очень плохо помню свою поездку на Марс. Все размыто и непонятно, но замечательно. Помню, как я сегодня переходил к вам в офис, и мы заключали с вами договор. По-хорошему, сейчас на вас нужно донести в бюро честного бизнеса. Мы сдаемся, Куэлл. Мы вернем все ваши средства. Мы признаем, что действительно ничего для вас не сделали. Не то, что ничего не сделали. Вы даже не удосужились разместить у меня по квартире ваши расхваленные места о напоминаниях. Даже банальный корешок от билета не положили ко мне в карман. Послушайте, Куэлл. Я могу вам объяснить? Ладно. Ширли, оформите, пожалуйста, полный возраст средств на имя Дугласа Куэлла в виде чека. Спасибо. Какого чека? Исключительно деньгами. Наличными, Ширли. Здравствуйте. Спасибо. И послушайте моего совета. Мистер Куэлл, я попрошу вас не вспоминать о этой вашей недавней поездке. Какая поездка? Видите ли, мистер Куэлл, в этом-то языковыка. Просто сделайте так, как я прошу. Никому не говорите о том, что вы припоминаете. И старайтесь вести себя так, как будто бы вы ничего и не помните. Хорошо? Так будет лучше и для вас, и для нас. А теперь, мистер Куэлл, я прошу меня извинить, меня ждут другие клиенты. С такой работой у вас вообще не должно быть клиентов. Я его так не оставлю, я сейчас за ним пойду. Видишь такое? Что? Вы собрали мой дерь. Вы холкнули мой дерь. Вы даже не попрощались со мной. Ну простите. Печал. Марс. Было, не было. Невозможно. Невозможно. Каким образом? Но ведь черви. Черви с Марса, я же их откапывал. Си. 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 Реквизит Маклейна. Нет. Настоящее. Почему ты не на работе? Что ты делаешь дома? Ты же дома? Ответь мне на вопрос. Я был на Максике или нет? Ты должна знать. Конечно же не был. И ты прекрасно об этом знаешь. И тем не менее каждый день мучаешь меня своими стенаниями. Есть Бог. Мне кажется, как будто был. И в то же время кажется, как будто и не был. Выбери уже что-нибудь одно. Ну как? Такое ощущение, что у меня в памяти спровоцировано два сознания. Одно лживое, а другое настоящее. И непонятно, как выбрать. Почему я не могу спросить у тебя? Тебе-то память никто не заменил. Девчонок, если ты это не прекратишь, то я уйду от тебя, и наша семейная жизнь закончится. Ведь я на грани психического срыва. Прямая дорога в психушку. Ну хотя, с другой стороны, это многие бы уже объяснили бы. Постойте, куда? Девчонок, я тебя предупреждала, между нами все кончено. Так. Давно пора было с тобой кончать. Что здесь черпедили происходит? Ты кто такая? Отвечай! Я одета в докладах. Я играла роль твоей жены. Чтоб я не узнала ни о чем. Дуглас, все, что я хотела, лишь сохранить тебя. Ты должен понять, почему мне пришлось предать себя. Ты предала не меня. Ты предала себя. О, господи, нет! Крыстал! Свалы! Я убью его! Мистер Коул, стоите. Значит, вы вспомнили свою поездку на Марс? Не стоило вам ездить к МакЛейну. Мы все о вас знаем. Ну как? Как это все могло произойти? Ну человек в мозгу передает нам всю информацию. Я прямо сейчас считаю ваши вопросы. Вы выполнили для нас спецзадание на Марсе. Теперь вы слишком много знаете, чтобы оставаться в живых. Но ведь никакого Марса не было. Это просто неприжившаяся память, насажденная МакЛейном. Если бы не черви собраны на Марсе, вот так бы ничего и не вспомнили. Мы больше не можем доставать. Я условил, что я делал на Марсе. Чтоб добраться до того босса, не прошло все бить нас на хранице. Такие же углы, как ты. И ведь они попробуют снова, когда найдут меня. Они ведь найдут из-за этого чертова передатчика в моей голове. Вот тебе и приключение в полном масштабе. Вот тебе и поездка на Марс. Так, давайте попробуем решить все как разумные люди. Давайте попробуем снова стереть мне память. Как будто я снова не летал на Марс. Так же был обычным клерком. А к вам уже тщательно объяснили. Этого было бы недостаточно. Если вам имплантировать стандартные наборы воспоминаний, вы начнете неустанно копаться в своей памяти. И это неизбежно приведет вас на Марс и в воспоминания инкорпорейтед. Мы не можем допустить, чтобы все повторилось снова. Но ведь есть же выход. Совсем не обязательно убивать меня. Соберите всех своих лучших военных психологов. Пусть разберутся в моей голове и решат, какое лучше всего спроектировать воспоминания. Придумайте для меня альтернативную память, которая позволит больше не доставлять проблем ни мне, ни вам. Пусть решат, как сделать так, чтобы я больше никогда не вспоминал о Марсе. И вы добровольно сдадитесь, если мы согласимся принять такое решение, если это возможно. Конечно, я согласен. Потому что вариантом альтернативной смерти в будущем будет реальная смерть сейчас. Ваш ход первый. Пристаньте перед нами, и мы рассмотрим такую возможность. Но если ничего не получится, и ваша память снова начнет просачиваться, как это было в этот раз, тогда мы уничтожим вас. Как вам известно, мистер Коул, многое то, что нам снится, является работой нашего подсознания, направленной на реализацию наших желаний. Но с возрастом мы забываем об этих желаниях, и если вы позволите, то я сейчас расскажу об этих фантазиях. Если вас это не сильно расстроит. Да уж лучше ему не расстраиваться. Мы тщательно проработали все участки вашего мозга и поняли то, что более сильное желание, чем стать тайным агентом Интерплана, у вас еще в самом маленьком возрасте было желание спасти мир. Сюжет довольно прост, как и, собственно, эгоистичен. Пришли по тех, и перед вами приземлялся космический корабль, из которого выходили маленькие беззащитные существа. Спасибо. По одному их сигналу могли приземлиться десятки таких же кораблей. Так как они общались целепатически, вам это... их общение было понять сложно, но вы сразу узнали, что они хотят захватить мир. И вы берете на себя важную роль спасителя мира. А, ну конечно, я же их просто раздаю. Нет, отнюдь, нет, не так. А вы передали им... Вы не уничтожали, а проявили к ним доброту и сострадание. Испоряд... Такого добродушия они не получали. Я им дал теплоты. Такая гуманность удивила их. Я дал им добра. Они никогда не встречали ничего подобного ни среди людей, ни среди своих. И они заключили с вами договор. Пускай он будет великий, ему поклоняться будет, он может делать что угодно. Да, так оно и есть, но без наркотиков и глубокого психоанализа вы просто об этом не вспомните. Великий. Да, там деньги, слава, женщины, вообще все, все, все. И специально решили, что... Ну ладно, вот он умрет, тогда и захватит. Вот такой дужка. Вы не можете сколько денег не засыпать? Как вы понимаете, это соответствует его личностным характеристикам, его обычному поведению. Этот сюжет практически совпадает с тем, что... Вы можете обживить ему столь экстравагантную структуру экстрафуктуальной памяти? Можете? Мы имели дело со всеми возможными структурами экстрафуктуальной памяти, и нам не составит проблем обживить ему настолько примитивное воспоминание о том, что он когда-либо спасал Землю от анапланетного вторжения. Лучше вам не ошибаться. В таком случае вы можете приступать к работе. Почти подготовки мы стерли все его воспоминания о поездке на Марс. Какая поездка на Марс? Очень не хочется вас отвлекать, но тут... Выяснилось кое-что неожиданное. Возможно, вам лучше зайти и посмотреть самому. Они верили мне ничего не говорить, а мы так договорились. Я и помнить-то это ничего не должен был. Разве такое забудешь? Простите! Растоп-пы! Поехали! Поехали! Поехали!